Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и сегодня у нас с вами будет кулинарная рубрика. Сегодня мы с вами будем готовить блюдо Тихого океана, которое называется жареные платаны. Давайте я вам сейчас расскажу более подробно. Погнали! Платану это не совсем бананы, потому что бананы это измененные, то есть это бананы, которые получились в результате скрещивания и выведения вкусного сорта. А платану это то, какими они росли изначально, то есть это совсем другой продукт. И обычно он вот в таком виде, несмотря на то, что он желтый, он несъедобный. То есть он условно съедобный, но вам он не очень понравится, потому что это совершенно другая штука. Давайте его сейчас разберем и приготовим. Вот они обычно продаются вот такими зелеными, это не страшно, их можно купить, положить куда-нибудь на кухню и через несколько дней вы получите вот такие вот желтые платаны, которые нужно будет разрезать и нужно будет пожарить. То есть когда он отрезается, вот эта вот часть, которая выглядит как банан, она вообще несъедобная, потому что, во-первых, она твердая, а во-вторых, она такая терпкая и содержит в себе очень много крахмала, то есть вы его прямо ощущаете на руке. То есть он еще при этом такой достаточно твердый. Ну, что с него нужно сделать? С него нужно ободрать шкуру. То есть его нужно так порезать, потому что у него шкура достаточно плотная. Раздирается он вот так вот. То есть увидите, насколько вот это все плотное. И есть еще момент, давайте я вам покажу разницу между вот обычным бананом и вот таким вот бананом. То есть мы его режем пополам и вот увидите, внутри есть косточки. То есть если мы его вот так вот вырежем, то есть увидите, насколько он твердый. То есть вот здесь вот есть косточки, которые вот, если их сдавить, они такие прямо как такие маленькие тверденькие камушки. То есть, ну, обычные косточки. И если их есть, они будут хрустеть на зубах. Вот, короче, вот такая вот штука. Как вы понимаете, к банану не имеет никакого отношения. И при этом, если вы его попробуете, попробуете, эта штука будет терпкая. Что нам нужно сделать? Нарезать его. Видите, как он режется? Такими вот ломтиками. Вот, кстати, уже вот здесь видно эти лучшие косточки. Причем у него даже есть такая сердцевинка. Вот он. Ну, мы не разбираем сейчас его устройство. Наша задача его просто порезать. Несколько у нас получилось вот этих платана. То есть, достаточно большое количество. Вот, кстати, если у него вот шкурку не брать, она начинает темнеть. Прямо как на яблоке или на картошке. Я думаю, это как-то с крахмалом связано. То есть, делаем такие, такие дольки. Попробовать. Ну-ка, чуть-чуть сладковатый. Вот, представьте себе картошку. С еле-еле небольшим привкусом банана. Сырую, да? Он, при этом, чуть-чуть сладковатый, но не сильно. Вот такой снег. Будет большой огонь. Разогреваем сковородку. Делка кокосового масла. То есть, если его открывать, это кокосовое масло, сделанное на Ямайке. Оно практически не пахнет ничем. То есть, кокосовое масло нельзя перегревать, но на нем можно совершенно спокойно готовить вот именно вот такое блюдо, потому что оно получается с легким-легким привкусом кокоса. Еще на кокосе, на кокосовом масле неплохо жарить кокосы. И обычно подается платана и жареные кокосы. Но в нашем случае мы будем делать просто платана, жареная на кокосовом масле. Мало, подпошло сейчас. Мало. О. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...